Встречу Акима города, все службы, которые должны быть представлены в этом объекте. Но, к сожалению, я пока никого не вижу. А может есть? А может и есть. Дорогие коллеги с Акима-то есть здесь какие-нибудь? Нет, ну что же делать? Жалко. Ну, наверное, подъедут. Мы идем к Ульвинову. Мы хотим говорить только с Ульвиновой. Микрофон вот у нас то, что есть на руках. Вот это. Мы начинаем фирменный эфир сегодня. В этом году вы все видели, да? Когда начали появляться заборы, у людей сразу начали возникать много вопросов. Как дальше будет складываться ситуация? На сегодняшний день, в сентябрю, ситуация еще раз обострилась. Потому что дети пошли в школу. В школах опять не хватает мест. Те проблемы, которые ставились перед городом о строительстве дворца школьников, зеленой зоны, школы, она, к сожалению, на сегодняшний день окончательно не определена. Ну, вы в курсе дела, да, что было собрано более 700 подписей, которые были направлены официально в Акимат и президенту Республики Казахстан. С выражением позиций против строительства 18 многоэтажек. Параллельно инициативной группы был проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1900 человек, из которых только два человека были против, не против строительства ЖК. Эта информация также была доведена до властей города. Не получив удовлетворительного ответа, 18 мая здесь было организовано собрание. Вот буквально вот на этой стороне. На котором присутствовал заместитель Акима города Нуркенов Нурлан Джамбершиевич, который пообещал две вещи. Что ничего на пастыре строителей не будет, пока не будет достигнут консенсуса с жителями. И Акимат будет проводить ежедневные встречи с представителями жителей для достижения этого консенсуса. Как вы прекрасно знаете, Акимат пошел в тот период на встречу и была создана инициативная группа, которая три раза проводила встречи в городских кабинетах. Глав архитектуры и так далее. На всех этих встречах ставились вопросы, касающиеся данного проекта. К сожалению, из всех поставленных вопросов только наполовину были получены более-менее какие-то разумительные ответы. На все же остальные мы так и не получили. Каждый раз главный архитектор, другие службы говорили о том, что к завтрашнему дню мы подготовим ответ. Ответы есть, единственное, надо будет подождать. Но, к сожалению, время уже прошло, почти, наверное, незаметно, уже и полгода прошло с этого момента. И ответа мы до сих пор не получили. Были направлены письма в соответствующие органы, в прокуратуру, агентство по противодействию коррупции. Встречались мы с ними, неоднократно ставили вопросы. Главный один вопрос. Законность строительства жилищного комплекса. Мы буквально, ребята, перелопатили все нормативные документы, всю историю вопроса, в результате которого начали выясняться интересные вопросы. Что в свое время, когда планировалось здесь строительство комплекса, была рекомендация первого президента Казахстана сдвинуть этот проект, чтобы он не закрывал вид на мечеть. Ну, раз она на тот период и на сегодняшний день это уже историческая ценность. Но и тогда было принято решение, этот вопрос тогда все-таки решился вопрос. Но после этого президент, к сожалению, на сегодняшний день официально не представлен. И его заботой о городе сейчас никто так не занимается. Все мы прекрасно знаем, сколько раз Назарбайя встречался с архитекторами, строительных компаниями, буквально по каждому объекту. Все эти вопросы им ставились, решались с заботой о городе. Сколько было зеленых насаждений вокруг города посажено. Каждую весну он, как говорится, огромное количество зеленых засаждений давал жизнь. Давал жизни не только растительности, но и животному миру. Все это, к сожалению, сейчас осталось без внимания и без забот городских властей.